Ну что ж, минута остается до начала парада. В тишине замерла Красная площадь. Парадные расчеты готовы, трибуны заполнены ветеранами. Бывшие фронтовики и те, кто добывал победу тяжелейшим трудом в тылу, они главные герои сегодняшнего праздника. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Вознаменование 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Парад победы! Парад победы! Парад победы! Парад победы! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы смирно для встречи слева на кран! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под музыку песни композитора Александрова Смященная война. На Красную площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и легендарное знамя Победы. Знаменная группа военнослужащих батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка проходит вдоль строя парадных расчетов трибун с ветеранами и почетными гостями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 71 год назад в ходе боев за Берлин бойцы 150-й Идритской дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария подрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. С тех пор этот штурмовой флаг является знаменем Победы и трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, наследникам славных побед, чтобы в очередной раз гордо развиваться в парадном строю на главной площади нашей страны. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы несут лучшие воины 154-го отдельного комендантского преображенского полка, рядовой Кирилл Васильев и рядовой Александр Гринь. Старшие поколения этих военнослужащих участники Великой Отечественной войны. Их подвиги были отмечены многими орденами и медалями. Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием руководства страны. Со дня образования почетного караула солдаты и офицеры несут гарнизонную службу и являются неизменными участниками военных парадов на Красной площади. Именно воинам-преображенцам предоставлена честь открывать военный парад на главной площади страны. В этом году почетный караул отмечает свое 60-летие. Командует полком подполковник Дмитрий Стриханов. Двольна! А-ра! Смирно! Для встречи слева! На краю! Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска московского гарнизона, для парада воззнаменований 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Солюков. Начинается объезд парадных расчетов войск. Оба автомобиля двигаются с одинаковой скоростью и максимальной синхронностью. Генерал армии Сергей Шойгу приветствует военнослужащих и поздравляет их 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! В военном параде принимает участие более 10 тысяч военнослужащих всех видов вооруженных сил Российской Федерации и родов войск. 206 единиц военной техники и летательных аппаратов, а также парадные расчеты других силовых ведомств. Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Вооруженные силы России демонстрируют высокий уровень боевой выучки в ходе внезапных проверок. Являясь гарантом территориальной целостности и безопасности страны, офицеры и солдаты готовы выполнить любую поставленную перед ними задачу. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Высокое мастерство демонстрируют российские воздушно-космические силы при выполнении специальных задач по борьбе с международным терроризмом. Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! За последний год в Вооруженные силы России поступило более 2000 единиц бронетанкового вооружения и специальной техники, более 400 самолетов и вертолетов, 60 подводных и надводных судов различного назначения. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 71-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Он направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона к параду вознаменования 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, Товарищи солдаты и матросы, Сержанты и старшины, Мичманы и прапорщики, Товарищи офицеры, Генералы и адмиралы, Поздравляю вас с Днём Победы, С торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. 9 мая – это и государственный, и очень личный, семейный праздник. Он стал символом священного родства России и её народа. И в такой сплочённости, в преданности Родине наша сила, уверенность и достоинство. Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства к нашим отцам, дедам, прадедам. Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом. И не скрываем при этом своей гордости и слёз. Мы склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан и друзей. Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами. Объявляю минуту умолчания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941-го нацисты вероломно напали на Советский Союз. В один миг изменилась жизнь огромной страны. И на этом трагическом переломе был только один, но высший выбор. Смешно-то... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Началась героическая и жертвенная дорога к победе. Нужно было без промедления решать множество сложнейших задач. Одна из них – эвакуация миллионов мирных граждан промышленности на восток. И всё это в тяжелейших условиях наступления врага в пекле войны. Сейчас трудно даже осознать, как, какими запредельными усилиями было вывезено и восстановлено более полутора тысяч заводов. Уже через несколько месяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолёты, боеприпасы, военную технику. Эта величайшая, беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы. В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась истинная жизненная сила нашего народа, его единство, победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасали, отступили многие страны. Именно советский народ принёс свободу другим народам. Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие. За миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле. Война длилась без малого четыре года и стала целой эпохой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в победу. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению. Уважаемые товарищи, уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные эстарданты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло, и Россия открыта для объединения усилий с другими государствами, готова работать над созданием современной внеблоковой системы международной безопасности. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной и с честью защищают интересы Родины. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Парад! Субтитры создавал DimaTorzok Парад! А батальонно! На одного линейного дистанции! Субтитры создавал DimaTorzok Парад! Парад! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девять из которых стали героями Советского Союза и России Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Касьян На Красной площади воспитанники образованного в 1943 году Тверского Суворовского военного училища Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Чеховский На брусчатке Красной площади парадный расчет Нахимовского военно-морского училища и Кронштадтского морского кадетского корпуса Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Алексей Суров В едином строю одним дыханием чеканят шаг юные воспитанники морского братства Впервые на Красной площади парадный расчет девушек-курсантов Военного университета Министерства обороны России Ивольского военного института материального обеспечения военной академии имени Хрулева Возглавляет парадный расчет полковник Олеся Ука На Красной площади полк сухопутных войск вооруженных сил России Открывает прохождение общевойсковая академия вооруженных сил Российской Федерации Равный расчет возглавляет начальник академии генерал-лейтенант Олег Макареев Разные годы академию заканчивали маршалы Малиновский, Рокоссовский, Гречка И целая прияда прославленных полководцев Проходит парадный расчет военного университета Министерства обороны Российской Федерации Разглавляет парадный расчет начальник университета генерал-полковник Валерий Марченко Прославленные кузницы офицерских кадров учились и служили свыше 300 героев Советского Союза и Российской Федерации В настоящее время военный университет – это многопрофильное учебное заведение Осуществляющее подготовку военно-гуманитарной направленности для вооруженных сил России и дружественных стран Торжественным маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Крулева Разглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ивановский Ровно 75 лет назад было создано Главное управление тыла Красной армии И его офицеры впервые приняли участие в военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России Открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Геннадий Зибров Более полутора тысяч выпускников академии удостоены звания Героев Советского Союза и Российской Федерации Свыше 150 из них удостоились этого звания дважды, а маршал авиации Иван Никитич Кожетов Трижды Военно-служащие военно-воздушной академии достойно продолжают доблестные традиции старших поколений Успешно решают задачи по подготовке офицерских кадров для военной авиации На Красной площади парадный расчет военно-космической академии имени Можайского Который возглавляет начальник академии генерал-майор Максим Пеньков Академия является ведущим учебным заведением по подготовке уникальных военных специалистов Ракетно-космического профиля Это единственный мусс, имеющий свою орбитальную группировку малых космических аппаратов На Красной площади полк военно-морского флота России В парадном строю курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Мушакова Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Вячеслав Радион В парадном строю будущие морские офицеры и нищманы военно-морского флота Российской Федерации В парадном строю морские пехотинцы 336-й отдельной гвардейской белостокской бригады Балтийского флота Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Василий Кравцов Свою историю бригада берет от полка, сформированного в 1942 году в Сибири Сибирский характер, мужество и героизм морские пехотинцы массово проявляли во все времена На Красной площади полк ракетных войск стратегического назначения Перед трибунами проходят офицеры и курсанты военной академии имени Петра Великого Одного из старейших учебных заведений России Возглавляет парадный расчет заместитель начальника академии генерал-майор Александр Сивачев Сегодня ракетные войска стратегического назначения являются надежным щитом и гарантом безопасности государства На главной площади страны парадный расчет серпуховского филиала Академии ракетных войск стратегического назначения Который отметил в этом году 75-летний юбилей Возглавляет парадный расчет начальник филиала полковник Андрей Морозов В Академии и филиале осуществляется подготовка командно-инженерных кадров Для эксплуатации всех типов современных и перспективных ракетных комплексов На Красной площади полков воздушно-десантных войск Во главе парадного расчета курсанта призанского высшего ордена Суворова Дважды краснознаменного воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маркелова Генерал-майор Анатолий Концевой Училище подготовило более 48 тысяч офицеров Среди выпускников училища 53 героя Советского Союза И 77 героев Российской Федерации На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Во главе с гвардией подполковником Романом Железняковым С 1976 года полк представляет воздушно-десантные войска на военных парадах на Красной площади В годы войны полк принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии На главной площади страны парадный расчет военной академии радиационной, химической и биологической защиты Имени маршала Тимошенко Возглавляет парадный расчет начальник академии полковник Игорь Кирилл 30 лет назад, в апреле 1986 года Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Первыми приступили к ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельные железнодорожные бригады Парадный расчет возглавляет полковник Владимир Белайц В годы войны воины-железнодорожники внесли огромный вклад Бесперебойную доставку техники и материальных средств для нужд фронта Торжественным маршем проходит парадный расчет отдельной дивизии Оперативного назначения имени Дзержинского Национальной гвардии России Командует парадным расчетом командир соединения генерал-майор Сергей Захар На параде победы 1945 года военнослужащие именно этого соединения Бросали знамена и штандарты поверженных фашистских армий к подножию Мавзолея По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России Которой возглавляет генерал-лейтенант Павел Барышев Борее 15 тысяч выпускников Академии верны традициям МЧС России Они первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду в любой точке страны На Красной площади парадный расчет Московского пограничного института ФСБ России Возглавляет парадный расчет начальника института генерал-майор Валерий Козлов Более 80 лет выпускники учебного заведения несут службу по охране рубежей Отечества Пограничники, как и в 1941 году, готовы первыми встать на защиту государственной границы России По традиции, право представлять войска западного военного округа на главной площади страны Принадлежит гвардейцам-таманцам Парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой таманской дивизии Возглавляет гвардий полковник Андрей Питаем В годы войны 34 воина-таманца удостоены звания Героя Советского Союза Более 19 тысяч награждены орденами и медалями На Красной площади военнослужащие 4-й гвардейской танковой катемировской дивизии имени Андропова Парадный расчет возглавляет командир дивизии гвардий полковник Андрей Колесник В годы Великой Отечественной войны за победоносные сражения личному составу дивизии 18 раз объявлялась благодарность главнокомандующего На знаменах частей дивизии 23 ордена По Красной площади проходят войны 27-й отдельной гвардейской севастопольской краснознаменной мотострелковой бригады Возглавляет парадный расчет командир соединения гвардии полковник Дмитрий Аксенов Почетное наименование Севастопольское было присвоено бригаде за мужество и героизм Проявленное в ходе штурма Сапун-горы и освобождение от фашистских захватчиков города Севастополя Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты Это название прочно закрепилось за курсантами и выпускниками Московского высшего военного командного училища Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Моркин Училищу единственному из высших военных учебных заведений страны Предоставлено почетное право проводить выпуски молодых офицеров на Красной площади Более 600 кремлевцев впоследствии стали генералами, а пять маршалами Советского Союза ВОЕННАЯ МУЗЫКАНТЫ ВОЕННАЯ МУЗЫКАНТЫ Освобождают Красную площадь для прохождения военной техники Музыкальное обеспечение парада по традиции возложено на военный оркестр Московского гарнизона Под руководством народного артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова Основу коллектива составляют такие известные оркестры, как Центральный оркестр Министерства обороны Российской Федерации Образцовый оркестр Военно-морского флота Лучшие военные оркестры Московского гарнизона И других силовых министерств и ведомств Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны В ее составе 135 единиц боевой техники На Красной площади символ Великой Победы танк Т-34 Право открыть прохождение парадных расчетов Предоставлено воинам-танкистам 1-й гвардейской танковой краснознаметной армии На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации Открывает прохождение колонна бронеавтомобилей «Тигр», «Арбалет» и «Корнет-Д» Возглавляет колонну майор Александр Юрин Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун-К» и «Тайфун-У» под командованием майора Ярослава Грета Особенности многофункциональных модулей позволяют использовать автомобили по различному предназначению По Красной площади проходит колонна современных боевых машин пехоты БМП-3 Ставших надежной опорой мотострелков при ведении боевых действий в любых условиях Возглавляет парадную колонну капитан Игорь Матвеев Мимо трибун проходит колонна из тяжелых боевых машин пехоты и новейших бронетранспортеров Созданная на единой платформе «Бурганец» Ведет колонну в барде капитан Денис Пиногенов На Красной площади парадный расчет основных боевых танков сухопутных войск Т-90А Во главе танковой колонны капитан Константин Усольцев Комплекс вооружения Т-90А позволяет экипажу уничтожать наземные и воздушные цели на максимальной дальности днем и ночью На Красную площадь вступает будущее поколение российских танков танк «Армата» Возглавляет парадный расчет гвардии подполковник Сергей Сидин В ближайшее время эта машина станет основным боевым танком вооруженных сил страны Парадный строй артиллерии представляет колонна артиллерийских систем 100С и новейших 152-х миллиметровых самопутных гаубиц Коалиция СВ, которую ведет гвардии майор Михаил Комогоров Скорострельность и новый принцип ведения огня новой артиллерийской системы позволили в несколько раз увеличить возможности современной ствольной артиллерии сухопутных войск По Красной площади проходит ракетный дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» По главе парадного расчета гвардии подполковник Николай Извольц Практические стрельбы показывают широчайшие возможности по применению комплекса для нанесения дальних и высокоточных ударов На Красной площади парадные расчеты техники войсковой противовоздушной обороны Возглавляет колонну гвардии майор Николай Апанась В колонии зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2У и ПУК-М2 Зенитно-ракетные комплексы предназначены для отражения массированных ударов средств воздушного нападения противника, прикрытия техники и личного состава на боевых позициях Проходит парадный расчет боевой техники воздушно-десантных войск Парадный расчет возглавляет гвардии майор Михаил Севастьян В едином строю проходят модернизированные десантные многоцелевые бронетранспортеры «Ракушка» и боевые машины десанта нового поколения «БМД-4М» На марше парадный расчет воздушно-космических сил России Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет капитан Иван Большаков Комплекс «Панцирь» производят в городе Героя Тули, столице русского оружия В ходе учения он доказал свою эффективность в прикрытии гражданских и военных объектов По главе колонны зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» В гвардии полковник Александр Хитрин По своим характеристикам системы С-400 не имеют аналогов в мире и способны поразить весь спектр средств воздушно-космического нападения на дальности до 400 километров На Красной площади представлены пусковые установки новейших ракетного комплекса «Ярс» Командует парадным расчетом подполковник Владимир Поляков Ракетные соединения, вооруженные комплексом «Ярс» представляют основу мобильной группировки ядерных сил Российской Федерации Замыкает парадный строй боевой техники перспективная колесная боевая машина пехоты на платформе «Бумеран» с благами видов вооруженных сил Российской Федерации Начинается авиационная часть парада Над главной площадью страны пролетит 71 единица современных летательных аппаратов Воздушно-космических сил России Открывают воздушный парад крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых вертолета Ми-8 АМТШ Ведущие группы капитан Сергей Полыскин Над Красной площадью пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» Ведущие группы подполковник Андрей Попор В небе лучшие в мире ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» Ведущие группы подполковник Виктор Соколов Летят современные боевые вертолеты Ми-35 Ведущие группы подполковник Александр Кузнецов В воздухе прошедшие глубокую модернизацию самолет Ил-76 МТ-90А Командир корабля капитан Вячеслав Михайлов В воздухе самый большой самолет Ан-124-100 «Руслан» Командир корабля майор Антон Чебышев В небе Москвы группа из трех средних военно-транспортных самолетов Ил-76 МТ Ведущие группы капитан Александр Ломакин В небе три турбовинтовых стратегических бомбардировщика Ту-95МС Ведущий группой гвардии подполковник Трофим Кабша В парадном строю Три дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 Ведущий группой гвардии подполковник Денис Кривошеев Летчики демонстрируют дозаправку в воздухе Стратегического ракетоносца Ту-160 От самолета-заправщика Ил-78 Ведущий группой гвардии майор Руслан Хамитов Пролетает четверка модернизированных фронтовых истребителей МиГ-29СМТ Ведущий группой подполковник Андрей Казаков Следующий строй представлен четверкой фронтовых бомбардировщиков Су-24М Ведущий группой подполковник Владимир Мякишин Летят истребители-бомбардировщики Су-34 Ведущий группой подполковник Алексей Лободар Группа сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31БМ Ведущий группы майор Юрий Коварев Летят современные истребители-бомбардировщики Су-34 Истребители Су-27 и многофункциональные самолеты Су-35С Ведущий группой подполковник Юрий Грицаенко Знаменитые на весь мир пилотажные группы русские битязи и стрижи В составе пяти самолетов Су-27 и четырех МиГ-29 Ведущий группой гвардии подполковник Андрей Алексеев Парадный строй воздушно-космических сил России Замыкают шесть самолетов-штурмовиков Су-25 Они расцвечивают небо над Москвой российским триколором Парадный строй воздушно-космических сил России Парадный строй воздушно-космических сил России ПЕСНЯ 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 Под музыку марша прощания славянки оркестр покидает Красную площадь. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok